Референдум Это я вижу так, как военный, как обычный солдат Я, к сожалению, не верю в то, что люди честно на референдуме скажут, что да, мы должны отстаивать свои интересы всеми возможными способами К сожалению, как показывает практика, большинству общества по барабану на войну, по барабану на Крым, по барабану на Донбасс Головное, чтобы было есть что-то сейчас, головное, чтобы была стабильность и так дальше и в таком же духе Для меня это банальное перекладывание ответственности на людей Вместо того, чтобы, будучи президентом, будучи лидером государства, которое находится в состоянии войны Принимать тяжелые и непопулярные решения Такие решения не являются популярными Они не добавят ему рейтинга Но это необходимость Я по-другому не вижу необходимость для выживания такого государства, Украины, такой страны А как вы думаете, даже если все-таки будет инициатива проведения и будет проведен этот референдум И будет поставлен вопрос следующим образом Как заявляли, да, об этом согласны или поддерживаете ли вы мирные договоренности с Российской Федерацией Вот как отреагируют люди и, что самое важное, как отреагируют военные на этот вопрос Я не могу и не имею никакого права говорить о реакции военных Потому что я всегда говорю только из-за себя Могу еще максимум сказать о паре человек Но для того, чтобы понять, что такое референдум В 21 веке, в веке информационных технологий, в веке Facebook Достаточно зайти в Google и набрать фильм под названием Brexit Который великолепно показывает, как в прямом смысле Поимели Великобританию, которая сейчас выходит из Евросоюза Причем выходит очень болезненно, до ужаса И вообще неизвестно, чем это все закончится И это мы сейчас говорим о Англии, Великобритании Высокотехнологической, экономически развитой, демократической стране Да, с элементами монархии Но тем не менее, даже их с помощью Facebook это уже доказано Ну, я считаю, что это просто поимели Поэтому можно ли с помощью референдума поиметь Украину Без вариантов А как вы думаете, каким образом в случае, если референдум проведется Как вы думаете, каким образом в случае, если референдум проведется Это сыграет на руку Кремлю И как это может сыграть против нас Молча, ну да, люди скажут Вы понимаете, просто момент мира это момент огромной спекуляции Просто колоссальной спекуляции, которой сейчас пользуются практически все Да, потому что кто не хочет мира Сейчас дернуть любого человека с улицы и спросить, дядька, ты хочешь мира? Это манипуляция, да Это чистой воды Если мы говорим, если господин президент говорит о перемирии Да, о возможных договоренностях о перемирии О прекращении огня О возобновлении каких-то дипломатических возможностей решения этого конфликта Это одно Тут я не имею против Но как только мы говорим о мире как о таковом То есть, что такое мир? Это означает, что заканчиваются боевые действия Окей, я тоже за то, чтобы они закончились Но вопрос в чем? Крыль вернется? Оккупированные части Донбасса вернутся? Контроль украинской границы вернется нам? Не думаю Нет Если мир такой ценой Извините, ну типа Мне не позволяет допустить такого мира 15 тысяч погибших военнослужащих Из которых все мои друзей Огромное количество вдов Огромное количество сирот Я еще раз говорю Я говорю только за себя Миниться дуже сильно булыть И я не готов на такой мир Такой ценой Уверен, что те люди Большинство людей в нашей стране Которых война не коснулась Их это удовлетворяет Потому что им в принципе по барабану Есть Крым? Нет Крыма Есть Донбасс? Нет Донбасс И такого понятия для них как государство Украина Оно очень сильно размыто Потому что мы являемся постсоветским государством И те люди, которым за 45 Им вообще очень тяжело ощущать эту страну Украина Понимаете? Это тоже проблема Это все будет играть на руку Кремлю К сожалению Если Владимир Зеленский настолько Как бы это сказать, чтобы не обидеть его Ладно, не буду Надеюсь, что у него хватит мудрости Принять правильное, обрешенное решение Так он является президентом Украины Принять правильное решение